Всем привет! И сегодня на канале в стране чудес будет косметоз с Алиэкспресс. Начну свой сегодняшний обзор я со счёточек, чтобы плавно перейти ко всем вкусняшкам и няшкам сегодняшнего обзора. Самое сладкое в сегодняшнем обзоре это лучшее средство от чёрных точек. Я его очень долго искала и наконец-то я его нашла. И сегодня я вам покажу и расскажу всё, что нужно делать, как всё применять. Прямо подробно расскажу, но всё-таки обо всём по порядку. И начну свой сегодняшний обзор со счёточек. Вот такую счёточку я вам уже показывала, говорила, что жду вторую. Вторая тоже пришла. Новенькая, хорошенькая счёточка точно такая же, хоть из двух разных магазинов. Вот этой счёточкой у меня дочка пользуется постоянно. Я уже говорила, что самое главное в этой счётке это вот эта вот ручка и то, что её можно вот так вот поставить в ванной. Это очень-очень хорошо. Тут особо говорить не о чем. Очень хорошие здесь щетиночки. Всё вот так очень густо, всё мягко, всё вообще замечательно, прекрасно. Есть вот такая вот силиконовая здесь щёточка. Если кто-то не хочет тратить прям много-много денег вот на такие силиконовые штучки, на том же Алиэкспрессе есть вот такие вот щёточки. Очень удобно держать силиконовые. Стоят вообще сущие копейки там, ну в пределах 20 рублей. Тоже ссылочку оставлю на такие силиконовые щёточки. Но я думаю, что у многих они уже есть. Это что касаемо вот этих щёточек. И сразу переходим к чему-то более вкусному. Начну вот с такого крем-геля с гиалуроновой кислотой. Купила себе. Однажды уже заказывала на Алиэкспресс нечто подобное. Так и не приехал. Теперь вот приехал, пользуясь девочке, неделю. Расход вообще просто минимальный. Очень интересный здесь носик. Так. Вот так вот это всё дело откручивается. Просто на руке протестирую, покажу. Вот буквально чуть-чуть надавливаете на этот шприц и уже всё есть. Очень хорошо смягчает кожу. Очень хорошо. Специально сейчас не наносила никакой крем-гель для рук, чтобы вы просто увидели. У меня очень сухая кожа рук, которая постоянно требует ухода. Вот уже всё впиталось. Замечательно. Мне очень нравится. Очень приятный запах у этого геля. Прям вот, знаете, какой-то такой для меня, честно говоря, какой-то запах из детства. У меня мама, видимо, в детстве пользовалась каким-то таким вот кремом, нашим советским ещё, да, что содержало вот именно вот этот вот запах. Вы знаете, самое интересное про Советский Союз. Очень многие наши женщины бегали за французской косметикой, а все иностранцы, которые приезжали к нам в Россию, бегали за нашей косметикой, потому что всё-таки наша косметика была хороша. Может быть, где-то она была нехороша какой-то консистенцией, баночками и всем остальным. Но по натуральности, по качеству продукции наша косметика советская была очень хорошая, чтобы кто не говорил. Гельчик очень хороший. Буду использовать. Использую весь шприц. Расскажу, какой был эффект полностью. Пока пользуюсь, ну, как я уже сказала, недельку. Мне эффект нравится. Расход просто минимальный. Вот там вот буквально несколько пузырёчков плавает. То есть мне нравится очень, что расход. Ну и цена вообще сказочная. Приехал вот так вот, всё было запечатано, запаковано. Всё прекрасно и всё замечательно, как я это люблю говорить. Попользуюсь до конца. Расскажу полностью эффект. Но, судя по отзывам, многие дамы предпочитают это средство очень-очень-очень. Ну и теперь ближе-ближе к чёрным точкам. К треклятым чёрным точкам. У меня у ребёнка просто невероятно проблемная кожа. Жирная. Постоянно эти чёрные точки, какие-то угри, ещё что-то выскакивает. Я заказала вот такие вот куконы тутового шелкопряда. Очень полезная вещь. Я сейчас не буду рассказывать о пользе этих куконов. Милые барышни, погуглите, почитайте. Очень полезная вещь. Если я буду рассказывать о куконах тутового шелкопряда, у меня получится не обзор, а какая-то научная диссертация. Я вам просто расскажу, что с этим делом делать. Значит так, распариваем. То есть мы сейчас вот как раз готовимся к процедуре удаления чёрных точек. Распариваем. Умываем вначале лицо очень хорошо. Очищаем. Затем будем лицо распаривать. И будем делать небольшой вот такой вот массажик вот этими коконами. Кокон обязательно. Ну, один-две штуки. Желательно использовать коконы один единственный раз. Ну, вообще можно два. То есть кокон замачиваем в тёплой водичке. Пусть он там поплавает в тёплой водичке. Ну, где-нибудь минут 5-10. Так. Пусть плавает минут 5-10 в тёплой водичке. Его нужно замочить. Потом его нужно чуть-чуть будет протереть такой салфеточкой сухой, допустим бумажной, чтобы сделать массаж лица. Очень полезная штука. Кожа должна быть просто как у младенца после вот этих коконов. И теперь переходим к крему. Такой вот крем. Приехал полностью, всё было запечатано. Ну, коробочка где-то чуть-чуть помялась. Ну, нам нужна была не коробочка, а содержимое. На коробочке есть голограммочка. Сроки годности. Сразу показываю, чтобы вы видели. Так, я надеюсь, что всё видно. До августа 2021 года. Со сроками годности просто всё замечательно. Далее у нас вот там имеется вот такая вот баночка. Так. Баночка. Это листочки, на которые будем приклеивать на сам крем-маску, чтобы снимать все чёрные точки. Причём они сделаны, мне понравилось, блокнотиком. Блокнотиком. Очень хорошо, очень удобно. Здесь имеется такая инструкция на полурусском языке. Вот тут просто в картинках. Что, как и чего. И далее. Когда я открыла вот этот крем, я немножко расстроилась. Я подумала, что опять пришло какое-то на букву Х. Но не подумайте, что хорошее, да? Во-первых, очень неудобно этот крем открывать. То есть здесь нет вот этой фольги. Нету язычка, чтобы открыть. Ну, пришлось открывать. И вот что я обнаружила. Вот такое вот желеобразное нечто. И думаю, как это намазывать? И как же это намазывать? Никак не намазать, да? И вот тут я обнаруживаю обратную сторону вот этой инструкции. Дело в том, что вот этот крем-масочка, он имеет такое свойство, как замерзать, застывать, загустевать. Его нужно опустить в водичку. Либо, если сейчас уже началась осень, у кого-то уже включено отопление, просто поставить на батарею. Подержать 15-20 минут в горячей воде. То есть вот тут, как говорится, для дураков написано, что должно всё растаять. И только тогда нужно использовать. То есть сейчас я вот это ставлю прямо на батарею, чтобы это растаяло. Пока это тает, мы пойдём умываться хорошенько и распаривать личико. Сейчас расскажу, как распаривать личико. Поподробнее, как распаривать личико. Да господи, боже мой. Личико распаривать можно разными способами. Можно просто подержать над паром, над водой и всё. Но я настоятельно... Да что ж ты будешь делать? Вот посмотрите, что творится. Я настоятельно рекомендую водичку, на которой вы будете распаривать личико. Обязательно добавлять какие-нибудь травки, муравки, приворотные зелья, чтобы вот прям сразу красавица стала. Вот личико отпарила и всё. И царевна, царевна, лягушка. Можно замуж выходить. Сейчас обязательно подробно расскажу, что мы делаем. Итак, сначала мы идём, просто умываемся, хорошо очищаем лицо. А вот затем будем отпаривать. После того, как вы умоетесь, уже можно распаривать лицо. Но мы перед этим ещё и будем делать массаж вот этим вот коконом тутового шелкопряда. Его вынимаем из водички. Салфеточкой просто убираем лишнюю влагу. Лишнюю влагу. Он просто становится мягче. Надеваем вот так вот на пальчик и делаем массаж лица, особенно в проблемных зонах. Всё просто. Ну и теперь самое важное. Для отпаривания лица берём любую ёмкость. Я вот буду использовать новый сотейничек. Ну, чем пошире, тем лучше. Буду брать я чабрец. Его можно купить либо в аптеке, либо в супермаркете, в разделе, где продают чай. Это просто чабрец измельчённый. Берём столовую ложку. Девочки, травки можно добавлять разные. Опять же, почитайте в интернете. Про это дело очень много всего написано. Для разных типов кожи нужны разные травки. Вот у нас чабрец. У нас очень проблемная кожа. В общем, завариваем как чай. Заодно подышим вкусно. На литр воды столовая ложка. Заварили. Это ещё будет полезно. Сейчас расскажу, что можно делать тем, кто не очень много может сидеть над паром. Итак, сейчас у меня модель моя нырнёт. Я сейчас покажу, как это будем делать. Садимся над ёмкостью, накрываемся полотенцем и вот так вот распариваем лицо минут 10-15. Для тех, кто не может долго сидеть над паром, я даю рекомендацию вот такую. Берём салфеточки, марлечку, окунаем вот в эту вот заварочку. Аккуратненько. Горячее всё. Ох, какое горячее всё. Ещё не очень остыло. Ну, отжимаем эту салфеточку. Ай-яй-яй. И кладём на личико. То есть, должна быть достаточно такая тёплая вода. Ну, то есть, терпимая для лица, чтобы лицо-то не обжечь, да. Но прикладываем это вот к лицу. Вот такие вот масочки делаем, травяные. И пока, допустим, намазываем лоб, вот это можно держать на лице. Нижнюю часть там нос, щёчки, подбородок. Именно, чтобы вот они вот таким вот образом тоже отпаривались. Сейчас будем наносить на лоб. Я покажу, как будем наносить на лоб масочку очищающую. Ну, всё, уже у меня здесь всё подостыло. Сейчас личико мы прикроем моей гульчатой. И покажем вам, как будем наносить маску. Ну, как вы видите, лоб у нас проблемный. Масочка уже подтаяла. Стала жиденькая. И вот теперь мы её наносим желательной кисточкой на проблемные зоны. Всё стараться делать достаточно быстро. Не очень толстым слоем, но равномерным таким слоем это всё дело надо сделать. Так, я надеюсь, что всё-всё видно, что я делаю. Сейчас ещё покажу, какой интересный момент я заметила у этой масочки. Так. Всё нанесли. И приклеиваем листочки бумажки. Вот где самые проблемные точки, вот когда вот так вот прижимаете. Так, вот сюда лицо мы делаем. Так. И вторую бумажечку. Так. Когда прижимаете вот эту бумажку к маске, вот все вот эти там места, где чёрные точки, они прям даже проявляются. Их прям видно. Ну и так делаем на всём лице, где есть проблемные зоны с чёрными точками. И ждём, когда это всё высохнет. Мы начнём сейчас процедуру. Всё, всё лицо так обклеим. И дальше покажу вам уже готовый результат. Ну и результаты данного действия, как говорится, слабонервными смотреть. Зрелище не из приятных. Не могу сказать, что с первого раза у дочки на лице вау, какой прям суперэффект. Но как бы полюбуйтесь сами. До этого все средства, которые я покупала, был просто нулевой результат. Тут всё-таки результат есть. В некоторых случаях прям он не очень приятный. Он какие бяки вытащила. То есть есть результат. Но опять же, личико надо пораспаривать, пораспаривать. Очень проблемная кожа у ребёнка. То есть, в принципе, везде, везде всякого повыдёргивало. То есть, всяких-всяких бяк повыскочило. Результаты хорошие для первого раза. Опять же, с учётом того, что я ещё тут с камерой бегала, прыгала, это тоже всегда влияет. То есть, если занимаетесь чем надо, значит, надо делать чем надо, а не с камеры бегать. Собственно, я надеюсь, что результат, в принципе, многих убедил, что результат хороший. Потому что, я говорю, сколько я всяких масок покупала до этого, результат был просто нулевой. Тут эффект есть. Дня через два мы повторим. Не рекомендую делать такую процедуру часто, у кого кожа не проблемная. После того, как избавитесь от этого всего, ну и обязательно не забывайте пользоваться лосьоном уже после того, как вы используете эти масочку, все эти бумажки оторвёте, умоете личико. Естественно, нужно специальные лосьоны, которые сужают поры. Собственно, на этом сегодня всё. Все ссылочки будут внизу в описании под видео, как обычно. Ну и всем удачных покупок, мира и добра. И пока-пока.